МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замужность, проявленную у боях на Лоевском плацдарме, 365 воинов были удостойны звания Герой Советского Союза. Подвиг ваш овеяны славой, имены ваши не смяротные. Гэта словы высеченная на обелиску память об войсковцах, які приняли у делу битве за Днепр, одним з найбуйнейших сражэнняв Великой Айчынной. Але гэта ираткі высеченная и на серце тых, хто на свае вочы бачил жахи войны. Знаходяць яны душевны водгук и у насчатка у пераможцов. Личыцца, што лоевский плацдарм стау выращалным у битве за вызволение Беларуси. Ворох чакал основного удару под Киевом, там ишли жорстке бои. Не отрымалася пераправяцца советским злучэнням и каля Гомеля. Зато и под Лоевом оборона гитлеровского усходнега вала не вытрымала. Масштабы битвы и героизм наших воинов уражываюць. Перший плацдарм на правом березе Днепра был одвоеванный 22 вересня 1943 года в районе, взлетя с Припятью. До конца месяца были заняты уже 23 плацдарма. Пераможным стал пероход празднепр в Лоевском районе, Калявевске-Крупейке. 15-го Кострышника першими форсировали раку батальоны стрелковых дивизий армии генерала Батова. А до захода наступного дня стрелковый полк Днепровска-Забайкальской дивизии вызвали у Лоев. Лишь бы стратов на Лоевском плацдарме жахливые. У 29 воинских похованиях на территории района останки больше 9 тысяч бойцов у дельников битвы за Днепр. За их 40 человек – герои Советского Союза. В середину октября это время туманов и решили форсировать Днепр в тумане, что называется. И вот когда примерно до середины Днепра дошли платы и лодки, туман внезапно рассеялся, а немцы запускали осветительные ракеты, вот там это все стало очевидным, и они открыли огонь. На разных участках вышли, допустим, подразделения под командованием Местерова-майора, в общем-то, вот этот первый плацдарм южнее Лоева, они вот воевали. 17 октября, собственно, освободили райцентр. Протягиваем выпуск. Министерство природных ресурсов и оховы новокольных осиародзе рыхтуется провести у рамках форума регионов Беларуси и Украины посаджение некольких комиссий. Головная мета – развитие трансграничного сопрацовничества на Межурадовом узровне. У приватности размова идет об анализе уплыва господаршей деятельности на приграничные природооховные территории и створение биосферного резервата в Припятской полесте. Это повысить статус дадзиной территории поспоряя координации деянию беларусского и украинского боков по обороне биоразностальности живельного и рослинного света, а так само боротьбе с инвазивными рослинами. А про то, боки мают намер обмерковать меры по кированию бассейном раке «Днепр». Стратегией будут вызначены деяния беларусского и украинского боков, которые относятся мониторингу вод, контролю якости воды, захованию гидрологичного режима. Как река Днепр, она протекает по территории республики Беларусь, она также протекает по Украине. И в зависимости от того, какая вода, качество воды уходит от нас, такую получат и наши коллеги на украинской стороне. Что касается биоразнообразия, то здесь также у нас, скажем так, есть и миграция животных, как говорится, с одной стороны, так и с другой. Поэтому с тем, чтобы обеспечить защиту и сохранение биоразнообразия на наших территориях, вот и проводятся вот эти мероприятия. Уборка кукурузы на зерне, нарыхтовка кормов у господарках Гомельской области протягиваются полевые работы. Причем в этом году, разом с традиционными культурами, многие районы начали выросшивать рослины, которые еще недавно лечились для региона экзотичными. С подробностями Олег Сентюров. На календаре уже другая половка стречника, но на дворе нарыхтовцы кормов поколь сприяя. Причем, коли кукурузу на этой метре у агрокомбинации Павдневы практически уже убрали, работы с большими культурами протягиваются. По великому рахунку, эта спроба сделать рацион живел максимально с балансованием. Задача тем больше реальная, что все лето практически у всех кормовой культуры доброй якости. Начиная с весны, с многолетних трав, шли дожди, теплая погода была, хорошие урожаи были. И кукуруза, и кормовые, вот сорга просто, что мы усевали, в принципе, достаточно благоприятный год. Можно сказать, что да, и урожайность хорошая, и качество хорошее. Практично треть кормов у агрокомбинации Павдневы нарыхтованная по прогрессивной технологии с выкрестанием полимерной пленки. Это позволяет полностью заховать якость кормов на протягу как минимум полутора годов. Для поравнания усилостных ямах страты достигают 10%. У господарства это лечит великой лечбой и працует над ее изменчением. Хоть еще некакие 10 годов тому весной у вогли заставалось доброе, как две трети нарыхтованного. А про чатого больше уваги зараз надается выкрестанию культур, которые ранее лечились экзотичными. В годы 4 тому назву сорга на Гомщине ведали в основном только ученые. Сегодня она добрый додаток до кукурузы до того, что практически непотребовольные до климатичных умов. Посеявшие в ине месяца убираемые в октябре. Данная культура еще зеленая, содержит много каротина, а также много содержится сахаров. И от этого есть отдача производства продукции животноводства. Правда, сами ученые однозначных рекомендаций по выкрестанию сорга по кульне дают. Их гатунку настолько шмат, что еще потребны додатковые доследования, яке язык наиболее подходит до наших территорий. Сегодня первого отдаются сорга суданскому гибриду. Одночасово ученые ведут доследования по инших культурах, яке можно будет уключать у кормовый рацион живел. Есть еще такие культуры, которые в настоящий момент малоизвестны. Это чумиза, это магар. Это тоже культуры, которые позволяют получать по 500 сантиметров с гектара и в ближайшей перспективе можно их использовать. Единственная проблема это семена. Но институт земледелия работает над этим вопросом. Все лето у широкого господарка Гомельской области планует створить полуторагодовый запас кормов. Зараз, для этого есть все передумовые, реализация этих планов дозволит не только выполнено отчевать как минимум до осени наступного года, но и напрямую повплывая на эффективность живого годовли, особенно, когда кормы будут как больше тонны и сбалансованы. Сегодня среднесуточные надеи на корову в агрокомбинате Павнёвы складывают 18 килограммов. Погода должна держаться больше 6 тонн. Это высокий выник. Для поравнания, в былом Советском Союзе звание героя социалистической работы могли присвоить и за 4 тонны. Олег Сенчаров, Валерий Гопанько, телерадо компания Гомель. Не брешь не кусай, а ли выдатно шукае наркотики. Службовая аучарка помянушцы Дора стала соправдной героиней опошних криминальных хроник. Наши корреспонденты наведали кинологичную службу войсковой части 55-25 и познайомилися с Дорой и ее господаром. Тайники кафе у Калинковича и у прохожих у Мазары. У всех эта Дора знайшла только за опошний месяц. А кроме того, селета она разом со своим господаром заняла другое место на республиканских споборництвах кинологов и службовых собак. Двухмесячная с чаня инструктор кинологичной службы выбирал сам, шукал самого гульливого. Зараз Доры пять годов, три из которых она працюю в вышеку наркотичных сродков. Не глядя, что на распалсюдженные чутки, наркотичные речевы аучарка николи не спробовала. Метод ее дрессировки гульня. Коли дораз находит наркотики, то отримливая у якости у знагороды любимый предмет мячик. Она за мячик, за портировочный предмет готова ей жизнь отдать. Физически я ее постоянно поддерживаю, потому что ей надо физическая нагрузка. Ну и в основном дыхалка, потому что работать надо больше носом и очень долгое время. Иногда приходится большие объекты отрабатывать, это колонии, там очень большие объемы. Ну и конечно наработка. Чем больше с считаешь, тем лучше. Немецкая учарка выполняет все стандартные команды, только голос не подает. Инструктор каже, что лишний шум перешкоджает. Да и сама Дора по характеру не агрессивная. Она выдатно лазит с иншими собаками, а когда знаходит наркотики, садится побоч стояком, обо краная подозренного лапой. Однако поспех вышуковой операции залежит не только от собаки, али однопрацовок наркоконтролю. Если просто ходить по улице, это один шанс из миллиона обнаружить какое-то вещество. Очень большой труд самих оперативников наркоконтроля. Они нарабатывают, они сутками, сутками пашут, и они уже своим взглядом отличают, кто может употреблять, а кто простой человек, законопослушный. Мужчины и агод четвероногая напарница практически весь час проводят разом. Кинолог подкресливает, что у работ головная ставится до собаки как до равноправного партнера, усталевать контакт и доверять один-одному. Все на контакте. То есть я настолько ей доверяю, и она мне в подвал, так в подвал, на чердак, так не на чердак. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, отель, радио, компания Гомель. Захворюваемость на респираторную вирусную инфекцию в Гомельской области не перевышает сезонных показчиков. За тыдень за медицинской допомогой звернулись около 12 тысяч человек. Это на 4% ниже за аналогичный период минулого года. В регионе сейчас протягивается кампания по вакцинации супротив гриппу. Пришипки сделали около 4,5% насильства. Вакцины протягивают поступать в лечебные установы. Бесплатно пришипки робят детям, тяжарным женщинам, людям с хроничными захворываниями або старейшим за 65 годов, медперсоналу и некоторым иншим категориям граждан. Остатние могут вакциноваться на платной основе. Треба уличивать, что пришипку дозволено робить только при отсутствии симптомов респираторных захворываний альбо простый день два после выздоровления. Пришипиться можно до конца листопада, однако лепш не затягивать. До початка эпидемичного уздыма должен поспеть сформироваться иммунитет. Презентация выставы с любовью до Гомельщины прошла у областной библиотеки имя Ленина. Экспозиция знакомит с богатой культурой нашей малой родимой, этнографичными и фольклорными особенностями. Сейчас на территории области находится больше 2500 помников. Больше доведаться про их можно как на выставе, так и на сайте библиотеки в разделе помники Гомельщины. Гомельщина удивительный край белорусского полесья с неповторимыми природными жемчужинами, сохранившимися памятниками историко-культурного наследия. База делалась на протяжении десятка лет. Сначала ввелся сбор информации, обработка ее, потом была подготовлена интернет-версия для размещения на сайте Гомельской областной библиотеки. Но эта база не законсервирована, материалом она постоянно пополняется. Выстава стала часткой краезнавчих проекта «Штрихи до портрета города». Он закликан популяризовать историко-культурную спадщину нашей области. Экспонаты дополняют текстовую информацию и видеорадам, что позволит использовать проект во установах адвокации. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by Далее в эфире де-факто и спортивный огляд. Я же с вами разведываюсь. Всего доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оставила малолетних детей в квартире, а сама пошла по делам. Очередной случай, когда дети ходили по подоконнику, произошел в Светлогорске. На этот раз отличилась молодая мама, которая заперла своего четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь в квартире и ушла решать личные вопросы. Мальчика и девочку заприметили в окне пятого этажа случайные прохожие. Они-то и сообщили тревожную информацию в МЧС. К моменту приезда спасателей дети по-прежнему находились на подоконнике, держась за раму, в которой была открыта форточка. На пятый этаж незамедлительно подняли автолестницу, а со стороны входной двери и квартиры детей начал отвлекать специалист службы спасения. Ему удалось установить контакт с мальчиком, который самостоятельно отворил дверь. В итоге все живы. С матерью оперативно связались по телефону. К тому моменту женщины не было дома более часа. Выяснилось, что в квартире без присмотра взрослых находятся мальчик и девочка 2014 и 2016 годов рождения. По предварительной информации мать примерно в 9 часов утра того дня уехала по личным делам, оставив детей одних в квартире. Спасателям совместно с сотрудниками районного отдела внутренних дел удалось связаться с женщиной, после чего они дожидались ее прихода. Дети в медицинской помощи не нуждались, пострадавших нет. Не дошел до пешеходного перехода несколько десятков метров. В Мозере 20-летний водитель Киа Соренто сбил пенсионера, когда тот переходил дорогу. Наезд случился накануне утром. Пострадавший решил перейти улицу там, где это было не предусмотрено правилами дорожного движения, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости. Как результат, мужчина получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован. В отношении водителя ведется разбирательство. Причиной данного происшествия было в том, что пешеход переходил в неустановленном месте дорогу, поэтому пользуясь случаем обращаясь ко всем пешеходам, соблюдаем правила дорожного движения, переходим только на пешеходном переходе, регулируем и не регулируем, а также в темное время суток обозначаем себя световозвращающими элементами. Один неловкий маневр и груз уже не собрать. ДТП подречицы попало в объектив очевидцев. На трассе М-10 перевернулся грузовик с зерном. По информации ГАИ машина принадлежит частному перевозчику из России. Фура следовала в Брест. Товар потерян, но водитель цел и невредим. Взяли сети и порыбачили на славу. В Петриковском районе сотрудники природоохраны задержали любителей незаконной рыбалки, которые в три пары рук наловили почти 22 килограмма рыбы. Рыбацкое трио вышло на пойму реки Припять. Браконьеры вооружились восемью сетями общей длиной в 266 метров. Незаконный улов состоял 96 особей озерной речной рыбы, а ущерб около 2800 рублей. К слову, все участники незаконной рыбалки эту сумму уже возместили. С ними продолжают работать представители правоохранительных органов. Хочу также напомнить рыболовым любителям, что на водоемах и водотоках Гомельской области с 1 ноября по 31 марта начинается запрет на вылов сома. И вся рыба этого вида, пойманная в данный период, должна быть отпущена в рыболовном угоде в живом неповрежденном виде. Следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который может быть причастен к серии противоправных действий против половой неприкосновенности людей. Вот фотография этого человека. Он неоднократно судим по различным правонарушениям на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей, в том числе дважды за изнасилование. У следователей есть основания полагать, что он может быть причастен к иным преступлениям, поэтому обращаются гражданам с просьбой сообщить любую полезную информацию по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира телеканала Беларусь4Гомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель в очередном туре чемпионата уступил. Игроки Динамо из Молодечно смогли взять реванш за субботний проигрыш. Игра в целом получилась равной. Первый и второй период кандидата на победу не выявил. В каждом из них команды отличились по разу. У хозяев Гаврус и Кучкин Рейси ответили точными бросками Житких и Хузеева. Победитель был выявлен в заключительной трети. Соперник Гомельчан вышел вперед на 47-й минуте. Интрига сохранялась до самого конца. Однако практически перед финальной сиреной динамовцы вновь забили и установили окончательный счет 4-2. Гомель опустился на третью позицию в турнирной таблице. Еще одно Динамо на этот раз БНТУ из Минска было в соперниках у представителей региона в чемпионате страны по мини-футболу. Игроки БЧ в непростом выездном поединке одержали победу, переломив ход поединка, который изначально складывался неудачно. Игра началась очень резво. Уже на пятой минуте зрители увидели три забитых мяча. Хозяева повели 2-1. Отыграться с железнодорожником удалось лишь во втором тайме, а под занавес поединка подопечные Дмитрия Камека нашли в себе силы, чтобы выйти вперед. И спустя минуту забить вновь. 4-2 трудовая и очень важная победа БЧ. Пока команда расположилась в середине турнирной таблицы. В Гомеле стартовала республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по боксу среди юниоров 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов. Поединки проходят в 13 весовых категориях. Задача – выявить лучшую спортивную школу страны. На спартакиаде представлены семь команд победителей областных этапов, а также лучшие учреждения из Минска. За честь нашего региона поборются жлобинские боксеры. Стоит отметить, что допускаются и лучшие участники из школ непрошедших отбор. Они выступят в личном первенстве. Завершится спартакиада в пятницу. Бои, которые состоятся 18 и 19 октября, можно будет увидеть, не выходя из дома. На сайте Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств организуют трансляцию. И в завершении новость из Мозыря. Там завершился чемпионат и первенство области по легкоатлетическому кроссу. В нем приняли участие более 250 человек. Лучшими по группе городов стал Мозырь, а по группе районов победа на счету Хойникщины. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok